Проректор по научной работе А иногда не по одному, а по два Но это всего 20 лет 20 лет назад реально этого не было Телефон был редкостью А сейчас мы выходим из дома, забыв телефон и возвращаемся Он у нас стал, мы стали рабами телефона Мобильного телефона Мобильника А началось все почти 140 лет назад Вот об этом я и хотел бы вам рассказать История эта полна драматизма А кто изобрел телефон? Многие ответят Александр Белл, американский изобретатель Это конечно правильно, но в то же время и неправильно Вот он на экране Александр был в молодости, в пожилом возрасте, в старости Он умер очень богатым человеком В 1922 году и 13 миллионов телефонов в день его похорон в США и Канаде В честь его памяти были отключены, чтобы почтить память Белла На самом деле все было не так Дело в том, что еще в 1856 году Инженер телеграфа французского Шарль Бурсель Написал диссертацию В которой обосновал принципы построения телефонной связи Еще только телеграф развивался А он уже обосновал телефон А в чем он его обосновал? Как? Вот он, здесь показан Его фотография И до этого речь передавалась на расстояние На кораблях, например Труба металлическая С одной стороны говоришь, с другой слушаешь Но это недалеко А он изложил концепцию Что если звуковые волны превратить как-то в электрический ток Электрический ток можно передать далеко-далеко по проводам И на том конце снова восстановить звук Все это он написал Но больше ничего не изобрел Устройство не сделал Да и, наверное, в ту пору и не мог сделать технологически После того, как вышла диссертация Шарля Бусселя Сам умер он в бедности Совершенно больным И нищим человеком Ничего на этом не приобрел Итальянский ученый Антонио Милуччи Эмигрировал в США Многие эмигрировали Самые энергичные люди В ту пору Уезжали Все американские штаты Как тогда принято было говорить Антонио Милуччи Разработал И сделал Телектрофон Так он его назвал И подал заявку на изобретение И в 1860 году Уже продемонстрировал его в действии А в 1871 году Заявку на патент Но Дальше Он не умел превратить Свои идеи Свои наработки В живые деньги Немец Иоганн Филипп Уже в 1861 году Чувствуете Как быстро все развивается Через год Предложил свой вариант Телефона И тоже назвал его телефон Он состоял Из гальванической батареи Вверху Микрофона Очень оригинальной конструкции И Громговорителя Но к сожалению Качество Работы Этого аппарата Было Достаточно низким Музыка через него шла А вот речь Разобрать было Практически невозможно Поэтому он не получил Дальнейшего развития И был еще один изобретатель И Лайша Грей Который на бумаге Сформулировал Не просто концепцию Но и конструкцию Этого телефона Кстати Потом они с Беллом Долго судились И кончилось тем Что Белл купил у него Это изобретение Ну а что же изобрел Белл Каков его вклад Начнем с того Что Белл вообще Сам шотландец Эмигрировавший Сначала в Канаду Потом В Соединенные Штаты Вот Совершенно не разбирался В электротехнике Вообще-то Он учил Детей Глухонемых И Перебравшись в Америку Так сказать Занимался У него мать была глухонемая Перебравшись в Америку Занимался Разработкой Визуализации Речи С тем Чтобы глухонемые Могли как-то понимать Что им говорят Практически Он делал Прототип Осциллографа То есть Звуковые волны Пытался перенести На Какой-то носитель Чтобы их можно было Увидеть И достиг Определенных успехов И сделал Методику Даже по обучению Это не принесло ему Правда Больших дивидендов Но стал Профессором Бостонского университета И получил Лабораторию А следом Мог дальше Продолжать Свои исследования Вообще Он всегда Хотел сделать Телефон Он просто Не знал как Потому что Плохо понимал В электротехнике Вообще Когда у него Появились Небольшие деньги Он привлек Молодого мальчика Очень талантливого Звали его Томас Ватсон Он его Типа лаборанта был И очень многое сделал Очень сильно ему помог Потому что Вот этот Мальчишка Он болел Электротехникой Ну и Надо сказать Что Белл Подружился С Жозефом Генри Это тот самый Великий физик Именем которого Названы Единицы Индуктивности И он очень много Помог Беллу Понять Что у него получилось Дело в том Что Известнейшая Американская Богатейшая компания Вестерн Юнион Которая занималась Телеграфной связью Объявила Конкурс И большой денежный приз Тому Кто разработает Систему передачи Телеграм Нескольких Телеграм Одновременно По одному проводу Ну и поскольку Деньги Беллу Были сильно нужны Он занялся Проведением Экспериментов Как бы Сразу Несколько Телеграм А поскольку Он очень любил Музыку То он взял За основу Значит Технологию Губной гармошки В ней Как вы знаете Вот показана Внутренность Губной гармошки Сделаны Прорези В этих прорезях Колеблется Язычки Правильно Называть Металлические Пластинки Упругие Каждый На своей чистоте Ну и он решил Что вот мы Это дело возьмем И будем Передавать Типа музыки На разных нотах На самом деле Эта идея Очень правильная И именно так Потом был сделан Тональный телеграф Который долго Долго развивался Сотню лет Сейчас все это Уже в прошлом Сейчас от телеграфа Осталось одно Воспоминание По существу Которое называется Как? СМС Та же самая технология Только с мобильника На мобильник Так что же он сделал? Он собрал вот такую установку Схему, которая примерно Вот показана на рисунке Это магнитики Цилиндрические магниты На них намотана Медная проволочка Вверху стоят язычки Упругие Металлические язычки Дальше Все это соединяется В единую электрическую цепь Подключается батарейка Тогда это назвалось Галлюонический элемент Правильно И начал передавать Пытаться передавать Из комнаты в комнату Проводить эксперименты Вдруг что-то получится В конечном итоге Из его опытов Ничего не получилось Но Один язычок застрял И Ватсон Ногтем его подцепил И он задребезжал Освободился В щели застрял А был в другой комнате Вдруг услыхал звук Дребезжение У него такой же язычок Задребезжал Он прибежал Стой Стой Ничего не трогай Ничего не трогай И пошел Рассказывает Джозефу Генри Что вот у них Что-то тут такое получилось А получилось И он ему все объяснил Генри Что получилось Смотрите Магнит постоянный В школе вы это изучали Урок физики Язычок стальной Что происходит Если язычок начинает колебаться Менятся магнитные поля Очень незначительно При изменении магнитного поля Возникает электрический ток катушки Какой? Переменной С той чистотой С которой колеблется язычок Понятно? Понятно Ток проходит на другую катушку Меняет у нее магнитное поле Язычок этот колеблется На другой катушке Вот почему он все и услышал И Генри ему сказал Все вот все бросай Только этого не бросай Ты на правильном пути Вот вклад Генри Какой был В это дело Иначе Может быть и просто Не поняли И дальше продолжали бы эксперимент А дальше Он сделал следующее Он был крайне Упрямым И предприимчивым человеком Наверное Другие в Америку В ту пору не ехали Поэтому Схватившись за это дело Он начал его доводить Чтоб можно было Передать речь Она уже передавалась Но сами понимаете Что такое язычок Тоненький, маленький Какое на него звуковое давление У него был знакомый Врач Ну и тот ему рассказал Вот я делал, делал А вот тот говорит Знаешь, а зачем ты Идешь по этому пути Язычки какие-то Все проще Как работает человеческое ухо? Он говорит Не знаю Ну пойдем в анатомичку Разобрались У него есть что? Ушная раковина Барабанный перепонк Слуховые косточки И дальше они Передают звук на нервы Которые находятся в ухе И дальше в мозг идет И он повторил Идею уха Как? А посмотрите Вот в левом углу Вот его телефон Видите? Раструб Это ушная раковина Под ней Мембрана Мы ее здесь не видим Что такое мембрана? Это кожаная Натянутая кожа Кожаный кружочек Закрепленный От нее тянется На проволочка На металлическую мембранку Которая находится Над магнитом Все Больше ничего нет Собрав вот эту штучку Сказав в нее слово И подключив ее проводами Без всякой батарейки К другой такой же трубке Вот другой вариант Их много было наделано Все это деревянное Они получили Уже речь слышимую А дальше Началось самое интересное Значит Насколько далеко Это можно передать? Да выяснилось На несколько сотен метров Не больше Почему? Сигнал слабенький И Получилась в общем-то Игрушка Обычная игрушка Но тем не менее Эту игрушку Он показал На филадофийской выставке В том же году А год какой? 1876 И она произвела фурор Имея предпринимательскую жилку Он быстренько Организовал Производство Этих изделий И подал заявку на патент Который тоже получил На самом деле Надо понимать Что эта идея Носилась в воздухе И Другой изобретатель Которым я уже упоминал Который с ним судился Подал примерно такую же заявку Но подал на два часа позже Это решило дело Потом они долго судились Я еще раз повторюсь Суть не в этом Это еще не был телефон В нашем понимании И это Была конечно Игрушка Но окрыленный успехом И продав первые Несколько сотен Таких вот аппаратов Он получил уже Приличные деньги Женился И в свадебное путешествие Поехал в Великобританию И там Ему удалось Как-то Все это продемонстрировать Английской королеве И она была в восторге От этого Середина Считай середина Позапрошлого века Конечно Первый раз увидела Ну и Соответственно Все придворные Олег Как хорошо Ура И так далее И тогда компания Вестерн Юнион Которая сначала Не обратила на это внимание Американская компания Вестерн Юнион Когда он вернулся Из Свадебного путешествия Значит Призвала Так сказать Его И вроде как Давайте сотрудничать Но он нет Он уже организовал Свою компанию Белл Телефон